Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Наши федеральные власти объявили об очередной реформе, в данном случае налогообложения. На радость, наверное, простым людям они сказали, что мы всем буржуем, финансовый пожар раздуем, за сами платить по полной. То бишь прогрессивно ведут шкалу налогообложения. Вот теперь, раз ты зарабатываешь много, у тебя предприятие и так далее, ты плати больше. Ибо это справедливо, подумаешь, на один алмаз меньше купишь. Действительно ли это так? Что несет это введение прогрессивной шкалы налогообложения? Действительно ли это какая-то мера справедливости? Что это принесет экономике страны простым людям? Почему вообще сейчас решили на это пойти? Об этом мы сегодня поговорим с гостями студии. Начнем с прекрасных дам. Это Галина Константиновна Лопушинская, зав. кафедры госуправления нашего Тверского госуниверситета, доктор экономических наук, а еще член общественной палаты Тверской области. Добрый день. Добрый день. Это Елена Голубева, коммерческий директор, владелец предприятия по металлообработке. Добрый день. Добрый день. И наш постоянный гость, Давид Ильич Мамуглашвили, директор института экономики и управления Тверского госуниверситета. Здравствуйте, Давид Ильич. Здравствуйте. А вы, дорогие телезрители, звоните, 300-190, что вы думаете по поводу того, что богатые должны больше НДФЛ платить? Ну, соответственно, обычно люди стандартно, а может даже кто совсем мало получает, может вообще не должен платить. 300-190, ваше мнение нам очень интересно. Ну что ж, уважаемые гости, вот начнем с того, что говорят, что нынешняя система налогоблажения, она устарела уже, не отвечает потребностям времени. Вот вы согласны? Позвольте. Здравствуйте, Роман, здравствуйте, коллеги, телезрители, дорогие. Тема действительно очень актуальная. Фискальная система государства – это живой организм, безусловно. И в зависимости от того, на какой стадии развития государства находится, и надо применять правильную систему. Нельзя сказать, что один раз принятая система во все времена, во все обстоятельства будет подходить на 100%. Поэтому такие изменения назрели, может быть, хотя я немного, у меня есть свое мнение, безусловно. А, я его хочу услышать. И телезрители тоже. Да, я потом скажу. Сначала скажу о том, что как бы есть социальный заказ о том, что налоговая система надо изменить. Об этом нас готовили очень давно. Об этом говорит и правительство частично. Об этом социальные учреждения говорят. Как будто, что это приведет к всеобщей справедливости. На самом деле, если меня спросить, то я с удовольствием отвечу, что единая система налоговложения, равная 13%, это был очень сильный шаг. Это был плюсом. Почему? Потому что инвестор знает, что привлекательна эта налоговая ставка, если речь идет сейчас на НДФЛ. Конечно. Приходит инвестор, инвестор открывает производство, нанимает людей, платит зарплату этим людям. Чем больше заняты, тем больше НДФЛ. И наоборот, когда выше, то, соответственно, мы наблюдаем отток инвесторов. Но у нас в стране сейчас немного другая ситуация. У нас в стране живем в условиях санкций, безусловно, в условиях СВО. Поэтому подход должен быть немного другим. И вот здесь я частично принимаю это решение, что назрело определенным образом это поправить. То это должен носить только сугубо временной характер. После того, как, надеюсь, мы опять сможем закончить все это благополучно, восстановим мировые связи в бизнесе. Потому что какая страна сейчас может быть без мировых связей, как в промышленности, в бизнесе, в технологиях, в образовании, в культуре. Это невозможно. Тогда надо будет пересмотреть заново, чтобы применять именно ту налоговую систему, которая будет подходить именно для того времени. Но сейчас мы находимся в этой ситуации. Должны решать в этой ситуации вопросы. Ну и, конечно же, государству нужно больше доходов и налогов для того, чтобы достичь определенных целей. Поэтому я говорю, частично это именно в этот временный период и в той обстановке, в которой мы находимся, являются оправданными. Но опять-таки говорю, что это должен носить именно временной характер, пока не изменится ситуация во внешней среде. Галина, кстати, наше. Да, я не согласна с Давидом Ильичом, но я рассуждаю с несколько других позиций. Я рассуждаю, например, с позицией госрегулирования. И с удовольствием говорю о том, что во всей мировой практике, ну и, кстати, и в Советском Союзе, и в Российской Федерации существовала прогрессивная шкала налогообложения. Существует она в мировой практике не просто так. Это так называемые встроенные стабилизаторы для государства. Что значит встроенные стабилизаторы? Это когда автоматически выравнивается налоговое бремя. Доходы населения падают, снижаются налоги, которые это население уплачивает. Налоги населения растут, увеличивается налоговое бремя. То есть не надо, не требуется никаких дополнительных решений государственных принимать в этом случае. Пропорциональная система, если вы вспомните, для чего она вводилась, то есть что нам заявлялось при ее введении. Говорилось, что она позволит вывести доходы населения, доходы граждан из тени. На чистую воду. На чистую воду, да. И вот этот вывод на чистую воду, он предполагал, что те, кто до этого налоги не платили или уклонялись от уплаты налогов, вдруг встанут их платить. Но на самом деле, вот Давид Ильич сказал правильные слова. Вопросы социальной справедливости пропорциональная система в этом случае убирает полностью. Но когда с 15 тысяч платят 13 процентов и те же 13 процентов платят, например, с ежемесячного дохода в 500 тысяч, это не совсем правильный подход к управлению Российской Федерацией и ее экономикой. Почему? Да потому что мы понимаем, что в этом случае забирая 13 процентов у малоимущего населения, другой рукой ему надо из бюджета давать поддержку, давать дополнительную выплату. Ну, чтобы обеспечить ему то, что в Конституции красиво написано достойный уровень жизни. И поэтому то, что Российская Федерация возвращается к системе встроенных стабилизаторов, это вообще-то правильно, из мировой практики правильно. Но, ну смотря как возвращается. Вот это самое важное. Да, да, это важный момент, смотря как возвращается. Если посмотреть на те предложения, которые председатель правительства Мишустин вынес на обсуждение в Думу по налоговой реформе, тут хочется немножко плакать, потому что это все равно, что рубить хвост, жалея собачку, рубить хвост по частям. А что он такого страшного предложил? Ну, например, он предложил малоимущим семьям получать 7 процентов с ранее уплаченного НДФЛ в качестве налогового вычета. То есть по своей сути. Это налоговый кэшбэк. Да, он назвал это налоговый кэшбэк, это очень такая фраза. Да, в 7 процентов. Да, да. Но вот представьте себе, что значит налоговый вычет 7 процентов от 13. После его получения, ну как бы будет считаться, что люди заплатили 6 процентов налога на доходы физического лица. Вроде бы хорошо, малоимущих, особенно там семья с четырьмя детьми, которая получает за год миллион двести, способна будет получить этот налоговый вычет. Все хорошо, за исключением одной маленькой составляющей. У нас налоговый вычет получается по заявительному принципу. Да. То есть для того, чтобы получить этот налоговый вычет, надо на него заявиться. Надо представить документы. Легче всего это сделать, и мы не случайно в Тверской области уже два года проводим акцию активный гражданин, грамотный налогоплательщик. Проще это сделать через личный кабинет. Но у нас, далеко не у всех граждан, этот личный кабинет налогоплательщика есть. Раз. Во-вторых, я сама личным кабинетом пользуюсь, получая налоговые вычеты. Ну, например, там же большой перечень. Например, на лекарства. Но когда я подам декларацию, будет три месяца, чтобы этот вопрос рассмотреть и проверить документы. А кушать людям, особенно малоимущим семьям с детьми, хочется здесь и сейчас. Клинк, сын, я вас прерву. Нам здесь и сейчас надо выпустить рекламу. Не уходите. Буквально три минуты мы продолжим. Мы говорим о том, действительно ли это хороший мир вести прогрессивную шкалу налогообложения. Просто говоря, когда богатые будут платить больше и, может быть, плакать. Бедные будут платить стандартно 13%, а даже еще вычет получать. А рекламу. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Говорим сегодня о перспективах введения другой системы налогообложения. Попросто говоря, уплаты НДФЛ, когда богатые будут платить больше. Ну, Елена, вы как представитель бизнеса. Что думает бизнес? Я вот с удовольствием слушала Давидовича и Галину Константиновну. Да, вот, по-моему, не закончила Галину Константиновну свою мысль. Я бы вот хотела дослушать, а потом продолжить. Ну, на самом деле, та система, которая предлагается сейчас, она не в чистом виде, прогрессивная. Она предполагает хитрые механизмы перехода на новые ставки налогов. И вот эти хитрые механизмы, они вроде бы как маскируют переход от пропорциональной системы к прогрессивной. И вроде бы как пытаются показать, что мнение-то населения услышано о неготовности что-то менять в налоговой системе. На самом деле, они вводят очень тяжелые в том проекте, который есть, сами механизмы изменения налоговых ставок, которые будут применяться. И вот для бизнеса-то это будет очень большой головной болью. Для их бухгалтеров это будет особая проблема в том, чтобы ввести дополнительные налоги на доходы, превышающие установленный минимум. То есть прогрессивная эта шкала будет применяться не просто к доходу. Когда бизнес начислил личный доход работнику, из него бухгалтерия взяла налоги и выступила налоговым агентом, всего лишь перечислив за него эти налоги. А там придется считать, из доходов вычесть минимальный размер, дохода превышающего этот минимальный размер по другой ставке заплатить. То есть на самом деле для бизнеса вот этот проект это реальное усложнение процессов введения налогового учета. Вот абсолютно точно. Роман, позвольте, я пару слов скажу и потом послушаем Елену, потому что как раз она из бизнеса. Я как раз ей мостик сделала. Я как раз на руку то, что вздыхала, слушай Галину Константиновичу. Я реплику такую хочу. Действительно, я несмотря на то, что Галину Константиновичу изначально со мной не согласилась, все равно пришла к тому, что мы согласны с этими явлениями. Видите ли, в чем дело. Все эти налоги, которые предполагаются изменить, они прямые налоги, безусловно. Их было пять, по-моему, если я не ошибаюсь, в обсуждении. И все эти налоги, они налоги на труд. То есть на добавленную стоимость. Это вообще вызывает очень большое сомнение. Добавленная стоимость это новое благо. А если хотели, правительство наше хотело, чтобы это было справедливым, почему не сделали налог на капитал? Ну, можно было и вообще упростить всю свою систему налогообложения. Да. То есть он капиталь не тронул. То есть владельцы как остались, так и со своим капиталом. Они с этого ничего больше платить не будут. А вот на труд, извольте и заплатите. То есть получается, то самая система, которая уже в нашей стране эксплуатируется. Люди, это новая нефть. Дальше можно говорить и о других моментах. А сейчас я очень хотел бы Елену послушать. Да, спасибо большое. Мне очень интересна эта тема. Честно сказать, когда я готовилась к эфиру, я как глубокий до мозга костей промышленных производственников хорошо разбираюсь именно в этом. Что касаемо налогов, вот Роман меня попросил, может быть, коллег каких-то пригласить из смежных отраслей, машиностроения, я позвонила там паре-тройке, они сказали, тема животрепещущая, триггерная настолько, что вот просто две фразы, о чем мы хотим озвучить от себя. Не помогайте, просто не мешайте. И вторая, а что нам с этого? Мы лучше поработаем тут, что-нибудь повыпускаем продукцию. Вам давно надо понять, что никто от вас не отстанет. Давайте приспосабливайтесь, будьте активны. Мы это понимаем, и мы очень активно, потому что уже конкретно наша компания больше 10 лет на рынке, и мы как производственники понимаем, что без нас ничего и не будет хорошего в стране и вообще в мире. Потому что чтобы что-то продать и вообще что-то получить, необходимо, чтобы мы, скажем так, люди, находящиеся на переднем фронте, что-то произвели для этого, а за нами, так сказать, все остальные. Вот здесь я, скажем так, этот вопрос рассматриваю лично для себя с двух сторон. Как обычный человек-гражданин Российской Федерации, физическое лицо. И вторая сторона вопроса, конечно, это как руководитель компаний, бизнеса и так далее. А для чего вообще наше государство, наше правительство вводит, и почему сейчас? Потому что, насколько я помню, в 23-м году, еще по осени, а это не так давно, правительство сказало, что никаких изменений не предполагается. Но уже в феврале текущего года эта ситуация изменилась. Ну, мы должны к этому привыкнуть, что Борис Николаевич сказал, что никакого ничего никогда в жизни не будет. Да. А он на следующий день наступил. Но с точки зрения бизнеса, я могу сказать, что у нас очень большая инертность. Нам очень сложно перестраиваться и все это воспринимать. И я надеюсь, что мы сегодня обсудим не только налог на физических лиц, но здесь же, в этом же пуле, я уже слышу об изменении налога на прибыль. Слава Богу, про НДС пока молчат, но тем не менее. Да, но тоже уже в полголоса это дело говорится. Поэтому с точки зрения физического лица и запроса на социальную, так сказать, справедливость, это понятно. Это всегда было, я даже не помню, когда в истории не было этого запроса, расслоение общества всегда существовало. И этот вопрос настолько спорный и философский, что можно ни в одном эфире о нем говорить. И по большей части, вот лично для меня, он не имеет отношения к чисто доходам. Он имеет отношение, в общем, как бы к способностям интеллектуальным, к образованию, к человеку, в общем-то, к его желаниям, да и устремлениям в общем и целом. Почему? Объясню. Вот мы, как производственники, понимаем, что в нашем деле без кадров никуда. Без квалифицированных кадров и, в принципе, без персонала. Буквально в пятницу мы вернулись с отраслевой выставки металлообработка, которая проходит в Москве. Это наша самая крупнейшая отраслевая выставка. И там красные линии, красные линии, я побывала на очень многих семинарах, проходит тема безработицы, скажем так, да, и вообще кадрового голода в условиях демографической там ямы, да, которая к 30-му году грозит вообще превратиться в катастрофу. То есть динамики положительной мы здесь не видим. Мы, конечно, заинтересованы и знаем, что кадры решают все. И в этой части, если рассуждать в плане грядущего изменения по налогам, я могу сказать, что люди, нам, как производственникам, никогда не получить квалифицированные кадры, потому что есть смежные отрасли, такие, как мы сейчас обсуждали, да, там разные. Конкуренция. Конкуренция, да, конкуренция те же, там, я не знаю, таксисты или, да, курьеры и так далее. Люди, где не требуется высокоинтеллектуального труда, но выше доход, да, там работодатели готовы платить, да, выше вознаграждение и так далее и тому подобное. И здесь вот моя боль четко пересекается с профессиональными кадрами, с производственниками. И второй вопрос, который мне все задавали, а что нам-то с этого производственникам, машиностроителям, да, компаниям. Здесь ключевой вопрос государству, для чего это делается и каким образом вообще вот прозрачность вот этих вот, скажем так, расходов, что предполагает сделать наше государство с этими финансами, которые дополнительно получат. А именно я вот со своей стороны, со стороны бизнеса, нам что с этого будет, вам будет счастье, только не сейчас, а в будущем. Почему будет счастье? Посмотрите, какой важный момент. Год семьи объявлен, новый нацпроект «Семья». Семьи реально будут претендовать на вот это некрасивое слово «кэшбэк» по налогам. На самом деле они будут платить меньше, значит, качество жизни в таких, особенно многодетных, семьях будет лучше. Обратите внимание, сейчас все... Если эти деньги до них дойдут. Да, не, ну они дойдут. Если заплатят... Ну, мы надеемся, что налоговые вычеты сработают быстро, оперативно и хорошо. Хотя могли бы сразу налоговую ставку таким семьям снизить. Это мое мнение. Вообще убрать надо было. Или вообще убрать. В Швеции при рождении четвертого ребенка один из родителей полностью пожизненно освобождается от уплаты налога на доходы физического лица. Почему? Потому что он выполнил свой долг перед Родиной. Он обеспечил расширенное воспроизводство граждан в стране. Но здесь вариант, смотрите, еще какой очень тяжелый. Мы хотим, чтобы рожали. Мы хотим, чтобы семей многодетных было больше. Их сейчас статистика и так покажет больше. Но не потому, что активно рожают будут в 2024, а потом в 2025 году. А просто потому, что статус многодетный сейчас сохранится на более длительный период. То есть сдвинули возможность считать многодетную семью с ребенком до 23 лет, пока он учится на очной форме обучения. То есть у нас все равно покажут, что их стало больше. Но сейчас очень тяжелые социсследования, проведенные, показывают, что дети из многодетных семей потом многодетные семьи не создают. Это очень тяжелая позиция. То есть мы предполагаем, что мы поддерживаем многодетную семью, ориентируясь на то, что у нас количество многодетных семей будет расти в геометрической прогрессии. Что каждый выросший в многодетной потом заведет свою такую же. А он, ребенок, проживая в семье многодетной, где с доходом тяжело, где для того, чтобы обеспечить соответствующий уровень жизни, папе приходится работать очень много. А мама, по статистике российской, родив третьего ребенка, практически каждая вторая, не выходит на рынок труда, то есть не работает. Не рожает потом такое количество детей, чтобы в следующем поколении семья тоже была многодетной. Поэтому то, что для многодетных семей с низкими доходами появляется такая возможность, хоть и вот аффилированная через налоговый вычет, пусть и не сразу, я считаю, что это хорошо. Единственное, что я считаю просто игрой и воздушным шариком, это то, что установлен минимум, после которого идет повышение ставки налогов месячной в 200 тысяч. Давид Ильич, у нас в Курской области даже средняя зарплата не приближается к этой величине. Хотели бы этот вопрос тоже затронуть, но сначала, если вы позвольте, я хочу отреагировать вот эту сердечную, душевную боль, которую, во всяком случае, я почувствовал в словах Елены. И это переведем на более макроэкономический уровень, да, Галина Константиновна? Потому что, смотрите, что происходит? Страна всегда сильна своей промышленностью. Если нет промышленности, нет хребта. Вот мы сейчас наблюдаем, да, не будем даваться подробностей. Я всегда говорил, и еще раз буду говорить, что в нашей стране нет сектора B, то есть А, который производит средства производства. Да, мы только потребляли, и то, соответственно, не очень-то высокого качества. Почему? Потому что вот на это не обращали своего времени внимания, и сейчас мы это пожинаем. И вот, смотрите, что получается. Получается, что сфера услуг в современной российской экономике превалирует над сферой производства. Производство есть такое, да. Об этом достаточно убедительно говорит оплата труда. Это самый главный индикатор, это оплата труда и количество занятых. Если сейчас посчитать, сколько количества занятых в Тверской области, я не буду сейчас про всю разве, хотя очень интересная тема. В сфере услуг, я уверен, что будет больше, чем в производстве. Специализированные отрасли машиностроения. Да, и очень интересно было бы посмотреть, а сколько на госслужбы. Тоже наверняка... Из этих троих групп занятых, я думаю, что как раз промышленности заняты меньше всего. И наблюдаем, самое главное, тренд, что это растет. И на нашем рынке, Тверской области, заходят такие предприятия, которые предлагают услуги. Даже этим предприятиям очень сильно поддерживают власть местная. Но откуда они берут кадры? Они кадры берут из промышленности. Причем, Роман совершенно правильно сказал, если там не надо глубоких знаний, но получают больше, там квалифицированные инженеры, квалифицированные юристы, квалифицированные экономисты, управленцы, и они пойдут туда, а производство останется оголенное. То есть проблема важнейшая. Значит, это на уровне даже губернии решить невозможно. Это должна быть целая политика государства, что промышленность превыше всего. Сельское хозяйство превыше всего. То, что составляет нашу вообще безопасность государства. Но наблюдаем, к сожалению, наоборот. Мы хотим решать вопросы сиюминутные. Вот сегодня возникло вопрос, горизонт планирования может быть год-два. А дальше уже как-то не заглядываем. Это же неправильно. Это не государственная деятельность. Это нечто другое. И вот если с этой точки зрения посмотреть на эту налоговую реформу, я думаю, что эта налоговая реформа, этот вопрос решает или может решить. Еще не знаю, как это реализуется. Я с вами здесь абсолютно согласен. На год-два. Давид Ильич, можно я вас поддержу в этом плане? Знаете, исходя из чего? Российская Федерация, как бы не было больно про это говорить, пытается привнести механизмы регулирования из мировой практики, которые проявили себя в других условиях и в других территориях. Абсолютно согласен. Вот сейчас эта налоговая реформа, она такой слепок того, что делал Китай, Китайская Народная Республика в период 2008-2009 года, чтобы поддержать внутренний спрос, активизировать его, и через внутренний спрос поддержать промышленность. Ну, эта ситуация, в первую очередь, поддержки тех, кто работает на рынке конечного потребителя, а поддержав их, запустить еще и производство средств производства. Но через поддержку вот этого активного спроса, то есть денег появилось больше, категория малоимущих уменьшилась, зато увеличилось количество тех, кто получил дополнительный доход. За счет этого удалось справиться с кризисными явлениями. Но это-то была другая ситуация, когда Китай за счет поддержки внутреннего спроса боролся против того, что снизился спрос внешний в период мирового финансового кризиса. То есть меньше мог продать за пределы страны, значит увеличить продажи внутри страны. Потребление внутреннее. Но было-то что продавать. И было кому продавать. И было кому. У них население такое, что у них мировой рынок может видеть. Да, ну и увеличив доходы части населения, естественно, рынки ощутили вброс финансовых средств. Да, согласен. И население в этом случае ощутило поддержку. Мы пытаемся, ну вот еще раз повторю, пытаемся, жалея собачку, рубить ей хвост по частям. Мы фактически запускаем сложнейшие механизмы налоговых расчетов, усложнение процедур налогового учета для бизнеса только ради того, чтобы вот этой прогрессивной системой захватить, сейчас даже скажу сколько, 3% трудоспособного населения страны. Но инициаторы вот этой идеи, ссылаясь на другие зарубежные примеры, дескать, смотрите, а в Америке там до 45% платят, опять-таки, обеспеченные люди. В Англии, я слышал, там тоже типа того, в Японии. Мы все помним вот эту историю, когда французы водили, оттуда богатеи побежали. И потому что тоже, ну вот, Франция вела, ну так, да, и Депардей получил наш паспорт, прописался в Мордовии, сколько я помню. Но тем не менее, то есть есть же примеры других стран, а ничего, живут. Калина Константиновна продолжит, но я как раз хочу сказать, что она уже ответила на этот вопрос. Нельзя чужую калку вот так прямо перенести на нашу действительность. Наша действительность немного другой. Извините. Очень замечательно, да. И вопрос такой прямо не в бровь, а в глаз. Почему? Потому что на самом-то деле нельзя бездумно принимать механизмы, не учитывая российской цивилизационной культуры. То есть опять на свой путь. Нет, у нас не просто свой путь, у нас свои ценностные ориентиры. А вот эти ценностные ориентиры, они себя проявляют каким образом? Они в определенных моментах демотивируют население и ведут совершенно не тем действиям, на которые первоначально рассчитывали при регулировании. Ну, например, а вы помните, в Советском Союзе был очень интересный закон, связанный с установлением налога на бездетность. Да, 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 да. Отличный же закон, потому что он был мотиватором к тому, чтобы вступив в брак, пара тут же хотела получить компенсацию государства на приобретение колец и снизить одному из супругов сразу, или обоим, если удастся, тут же уплачиваемый налог. Налог на бездетность, он был достаточно большой. Ну, например, в Швеции, если мы посмотрим тот же принцип налогообложения, то, выходя на рынок труда, первый раз, как бы, после сферы обучения, если не имеет жителей детей, то его подоходный налог доходит до 70%. Это с его дохода, это не влияет на те налоги, которые с его заработной платы платит бизнес. Это важный момент, потому что у нас сейчас говорят про изменения НДФЛ, и ничего не говорят о том, сколько платит единого социального налога бизнес, для того, чтобы начислить эту самую заработную плату, этот фонд оплаты труда. Но существуют механизмы, когда можно дойти, и мы говорили про это, до ситуации, когда НДФЛ вообще не будет платиться в государственную казну. Почему? А ради четвертого. И тогда ты будешь работать, тебе работодатель будет начислять доход, но с него ты государству не платишь. Ты и так выполнил ту цель, ради которой... А если это владелец предприятия? Вот Абрамович, все, соответственно... И это все равно, если он показывает это собственным доходом, там есть нюансы. Для того, чтобы ему показать это доходом, он это должен сформировать в своей компании как фонд оплаты труда. А если это собственник, то сформировать распределяемую прибыль. А значит, налог на прибыль, он с государством им уже поделится. То есть, честные способы получения дохода в рамках понятного финансового механизма. Почитайте, по-бендеровски сравнительно честные способы. Да, да, да. О чем я еще хочу сказать. Вот вы, Роман, задали вопрос. В других странах вроде налоги более высокие, чем у нас. Но на самом деле это не совсем так. Не везде. Не везде. Я по-другому хочу поставить вопрос. Я, вечно, сравнение с другими странами не люблю, потому что здесь надо навести порядок. Сколько вычета, выплат мы делаем в нашей стране с одного заработанного рубля? Если посчитать, более 80 копеек. Такого нигде нет. То есть, только 20 копеек или, может быть, там 16-14 копеек уже идет на все остальное. Все остальное это вычета. И вот действительно, если вот этот огромный перечет налогов и вычета прямих, непрямих, значит, отчисления пенсионного фонда, там, амортизационного и так далее, и так далее, и социальные везде, то получается, что с одного рубля можем распоряжаться только вот 10-15 копеек. Вот это как раз на этом надо задуматься. На этом надо задуматься. Правительство должно задуматься. И вообще, структура налогов еще, когда мы говорим, надо о структуре налогов. В других странах, допустим, в Соединенных Штатах, основной налог идет не на труд и на прибыль, а на добичу. То есть, если это в земле лежит, то вот те владелец должен платить там больше налогов, потому что это не он заработал. Это уже готовое лежит у него, это Бог отдал этому народу. А у нас, наоборот, там вообще ничего нет, или копейки, а вот то, что тут уже труд, добычика, переработчики и так далее, отсюда берется вычеты и налоги. Это неправильно. Но как раз я согласен с коллегой, с Галиной Константиновной, которая как раз имеет очень большие знания и опыт в этом плане. Всю систему, не вот так на коленях надо, это целостная, целостная работа, не на один год, не на два, и очень предмет серьезного обсуждения. Но самое важное, с моей точки зрения, это, чтобы часто менять налоги, часто менять законы, часто менять конституции и так далее, не должно быть. Народ должен знать, что есть закон, вот как, допустим, в Великобритании несколько законов, которые еще 500 лет назад приняты и работают. Бизнес должен быть спокоен, что завтра будут такие же условия ведения бизнеса, как сегодня. Через 10 лет тоже, тогда будет серьезное доверие ко всему, и бизнес будет себя чувствовать хорошо. Если в стране бизнес чувствует себя плохо, ну, всем понятно, какое будущее. Да, я соглашусь с коллегами. Да, мы как бизнес, мы должны себя стабильно чувствовать в долгосрочной перспективе. Сколько это лет? Ну, как минимум 5. Я бы сказал, что как минимум 30-50 лет. Ну, как минимум хотя бы 5. То, как компания будет устойчивая. Да, да, потому что, да, для нас это очень важно. Как я уже говорила раньше, нам очень сложно быстро перестраиваться. Мы достаточно сильно инертные. Опять вот Галина Константиновна сказала о боли, о том, что мы пытаемся, как производственники в любой сфере, будь то бухгалтерии и так далее, ускорять все наши процессы для того, чтобы зарабатывать деньги для нашей страны, да, создавать эту добавленную стоимость, которая формирует, в общем, основной, да, бюджет. Поэтому любые палки в колеса, любые сдерживания, они тормозят все процессы. Мы работаем как единый механизм. Вот я не теоретик, я глубоко такой человек, стоящий на земле, да, как производственник. Мы с практической точки зрения. Нам любое вот малейшее изменение, тем более, когда оно происходит в очень короткое время, очень сильно на нас влияет. Казалось бы, нет, но поверьте, да, там бухгалтеру появляется новая головная боль. Например, там, да, ну, ей нужно, вот приняли закон и очень быстро там пересчитывать, да, это лишняя-лишняя нагрузка на людей, перегрузка и так далее. Они у нас и так все перегружены, наши кадры. Потом я бы все-таки хотела сказать о том, что да, это все прекрасно, запросы, опять возвращаясь к тому, на социальную справедливость и так далее, но я о основных болях. Наше государство все-таки в плане получения дополнительных денег, бюджет и так далее, должно обратить внимание не только на налогообложения, но есть и другие, есть и другие, я, как опять говорю, человек, приехавший с выставки металлообработка, мы второй год видим вообще тенденцию, которая нас крайне расстраивает. Вот хочу просто поделиться, но у нас каждый год организуется стенд совместный, да, Тверской области, где вот мы, машиностроители, производственники с разных областей, да, представляем свои услуги, продукцию и так далее. То есть и каждый год, да, и с экранов мы слышим, что наша промышленность должна расти, мы делаем все для того, чтобы вот она там чувствовала себя комфортно, создаем условия. Но я хочу сказать, что, ну, в этом году наш, например, стенд был организован вообще где-то там, настолько в стороне, что до нас вообще слабо кто доходил. А вот китайские наши, да, партнеры, будьте добры, вот, пожалуйста, вам лучшие места продавайте. В результате на всех сессиях, которые мы слышали, в прошлом году, в 23-м, рост российского производства, да, промышленности всего лишь 30%, и Китай 400%. Это имеется в виду на нашем российском рынке, да? Так у меня такой, ну, вопрос. Я знаю, что в тех же, там, в том же Китае или в северной Европе, на которой, да, налогообложение, на которое сейчас вот как раз, в частности, вот этот вот прогрессивный налог, на что мы ориентируемся, да, у них там больше 23-25%, да, насколько я знаю, там, Финляндия, Норвегия и так далее. Лиже с ними, да. Норвегия особенно. Да, особенно, да, мы вот как-то ориентируемся, почему-то мы относим себя к ним. У них существуют очень серьезные там пошлины, да, на импортные товары, да. Государственные продукции. Да, да, то есть вот, пожалуйста, ну, и мы, как производственники, мне, честно говоря, была крайне неприятная ситуация, с которой мы столкнулись, да, и то, что государство использует, может быть, механизмы, в которых они, им проще получить эти финансы, для нас это болевая, болевая, скажем так, точка. Еще я хочу сказать, вот мы затронули вопрос заработной платы, да, в смежных отраслях, в услугах и так далее, что они действительно выше, чем у нас, у производственников. Да, я хочу сказать, что там средняя заработная плата у нас где-то, с учетом того, что мы индексируем каждый год, то, что мы можем заплатить нашим сотрудникам, работникам, да, а это квалифицированные кадры зачастую, это где-то от 80, там, ну, максимум до 100 тысяч рублей, но это, это прям вот нужно постараться, чтобы у нас заработать эти деньги. Так вот, возвращаясь к вопросам, а что нам с этого, может быть, государству, нам бы хотелось, нам, у нас запрос у промышленников, может быть, разработать какие-то системы поддержки из вот этих вот финансов, которые получит государство наше, именно для поддержания кадров, которые идут и заинтересованы работать в производстве, какие-то механизмы снижения того же налога меньше 13 процентов. Я могу сказать, что вот Галина Константиновна стала говорить о том, что, да, действительно, через пару лет доход в 200 тысяч рублей, с которого сейчас будет применяться прогрессивная ставка, станет в нашей стране с учетом инфляции вообще среднестатистически, действительно. А как у нас люди сейчас, у нас есть люди, которые зарабатывают там 200 тысяч рублей, даже если взять те же семьи многодетные, да, они вынуждены получать, вынуждены зарабатывать эти деньги, работая на трех-четырех, да, дополнительных работах, двух-трех, и здесь речь не идет, например, вот у меня есть живой пример, у меня в компании работает сварщик, он передовик производства, вообще отличный парень, вот, но максимум, что я ему там могу заплатить, исходя из своих возможностей, да, это там, ну, в рамках тех денег, которые я озвучила. И, например, для того, чтобы мне повысить производительность, и мне необходимо вводить какие-то дополнительные смены или нагружать его сверху. А он говорит мне, я вот не могу выйти в выходной день поработать или переработку, я пойду вот тем же курьером, подзаработаю еще дополнительно, потому что у него там трое детей, да, и получу быстрее эти деньги, не перегружаясь там интеллектуально и так далее. Вот у нас есть запрос такой, я знаю, что работа в этом направлении уже ведется, мы общались по этому вопросу и с фондом развития предпринимательства, и, да, промышленности, да, и с центром «Мой бизнес», да, начинается вот, как бы, работа, но хотелось бы больше нам этого ощущать, и глотка свежего воздуха, что-то вот, разработать какие-то программы для поддержки именно в рамках вот этих вот финансов, для поддержания все-таки производства, для сотрудников, которые заняты, для того, чтобы их мотивировать идти в производство, не куда-то там купи-продай или услуги, да, а в производство. Вот что-то вот в этой сфере. На самом деле у нас это отдельное направление, по которому государство, кстати, очень активно с бизнесом сейчас работает по выявлению форм господдержки. Вот реформа, которую правительство сейчас запускает, она все-таки в большей степени социально ориентированная. Мы понимаем прекрасно, что государство, ну, произнесу любимую мною фразу, как коровка в бомболюке, в особенностях национальной охоты, все время выбирает некую середину между экономической эффективностью и социальной справедливостью, и никуда от этого не уйти. Возможность поддержать социально незащищенных граждан, это один из способов непрямой введения этой системы налогообложения. Вы обратите внимание, даже участники СВО из этой системы прогрессивного налогообложения, они исключены сейчас. Что тоже подчеркивает особый вызов, который стоит перед Россией. Часть мужчин у нас вне производственных процессов. Это государство из бюджета платит им доход, на который очень часто живет семья. Но в данной ситуации, конечно же, самая большая проблема, на мой взгляд, того проекта налоговой реформы, которую запустили, в частности, по НДФЛ, что очень много хитрых механизмов расчета налогового времени. Вот это, это, конечно, очень тяжело, потому что, если все однозначно четко и просто, население будет воспринимать это как господдержку. Ну, например, если реально семья с доходом годовым, с четырьмя детьми, вот как расчет был, годовой доход будет меньше миллиона двести, то в этом случае она будет платить реально подоходный налог с этого дохода всего шесть процентов. Это хороший вариант? Несомненно. Но только эти шесть процентов надо получить. Эта ситуация, опять-таки, связанная, да, с налоговым вычетом. Эта ситуация связана с цифровизацией получения этого налогового вычета, а значит, с государственными услугами в цифровом формате. А если цифровой формат, то все доходы, которые получает ваш сотрудник, неважно, на каком количестве работ, если он получает их официально, а не в черную или там серую, они все у него будут отражены в этом личном кабинете. То есть государство четко отследит все его доходы. И ни в коем случае нельзя будет в одном месте, получая доход, заплатить всего шесть процентов с вернувшимся вычетом, а в другом дополнительно что-то получить. В другом там восемнадцать. Но сама по себе сложность в том, что в условиях инфляции, в условиях, когда сейчас очень высока ставка рефинансирования, по которой бизнес может кредитоваться, все эти дополнительные издержки лягут на бизнес. А значит, уровень цен будет расти, издержки будут расти, зарплаты номинально будут расти. И этот вот риск, про который мы говорим, что сегодня 200 тысяч, минимально установленная зарплата, выше которой будет расти ставка налога на доходы физического лица, если сегодня это всего 3%, то это не значит, что эта доля, на кого будет распространяться повышенная ставка, не поменяется через год, два или три. Обязательно поменяется в сторону увеличения. Ну что ж, наш эфир, к сожалению, подошел к концу. Поговорили сегодня о том, что государство наше собирается вводить прогрессивную шкалу налогообложения, то есть кто много зарабатывает, будет платить больше. Вы слышали, что все неоднозначно, все не так просто. Ну, единственное, остается надеяться, что государство наше знает, что делать. И очень хочется надеяться, что оно прислушивается к представителям реального сектора экономики, не которые что-то там перепродают, вообще ничего не делают толком, а которые делают. Вот делают эту ручку, стол, за которым мы сидим, одежду, в которой он дед, потому что без них ничего. Спасибо большое, уважаемые гости. Спасибо вам, спасибо. Программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова